В предвоенные годы Константин Симонов заметил, что перья штампуют из той же стали, которая завтра пойдет на штыки. Именно об этой стали, несмотря на то, что настоящие вечные стихи сегодня не всегда пишутся от руки, мы поговорим с советским и российским поэтом, журналистом, книгоиздателем, заслуженным работником культуры России Виктором Кирюшиным. Виктор Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что приехали к нам в студию поговорить, конечно же, о таком событии, как новые книги, которые вышли благодаря Союзу писателей России. Это «Стихи из огня» и «Позывной победа», посвященные солдатам и офицерам российской армии, участникам спецоперации на Украине. Вы, как автор-составитель, конечно, знаете абсолютно все. Кто авторы этих сборников? Расскажите, пожалуйста, о них. В этом сборнике, последний я имею в виду, позывной «Победа», который вышел при поддержке президентского фонда культурных инициатив, более 150 поэтов из всех городов и весей России. Это Июна Мурец, известная поэтесса из Москвы, Андрей Попов из Сыктывкара, Наталья Ахпашева из Абакана, Андрей Расторгуев из Екатеринбурга, Николай Зиновьев от Краснодарский край, Станислав Минаков, Белгород, Мария Ватутина, Москва. Но также здесь представлены и поэты Луганской народной и Донецкой народных республик. Елена Заславская, Анна Ревякина, Анна Долгарева, Елизавета Хапланова, Людмила Гонтарева. Их тоже достаточно много представлено в сборнике. Всего, повторюсь, более 150 авторов. Как вы на них вышли? Или они на вас вышли? Как получилось это творческое взаимодействие? Дело в том, что после начала спецоперации, после 24 февраля, мы обратили внимание, что в социальных сетях, на литературных сайтах стала публиковаться, возникла такая волна патриотической поэзии. Стали отслеживать, отбирать, собирать все лучшее. И нашлись люди, которые финансово поддержали издание этих сборников. И все они изданные, вышли в издательстве Вечи. Это наш такой партнер Союза писателей, очень хороший, добрый, профессиональный. Это такое уже старинное издательство, которое как раз культивирует патриотические книги, направления. Да, но оно возникло на самом деле не так и давно, то есть, хотя уже несколько десятилетий назад. Но за это время стало таким мощным, интересным. Много серий у него интересных, да. И помимо, кстати, вот я обозначила стихи из огня, но вот вы пронесли еще порохом пропахшие слова. То есть, между этими двумя книгами «Позывной победы» было еще и порохом пропахшие слова. Расскажите еще об этом в сборнике, пожалуйста. Ну, это вот такая промежуточная работа. Я уже сказал, что с февраля мы начали это. И постепенно увеличивался контент, объем сборников. То есть, находились новые авторы. Они и сегодня находятся. Не поверьте, я сегодня получил подборку поэтическую из Израиля. Это Марка Кехтмана. Кстати, в этих сборниках есть у нас люди представлены из Белоруссии. Анатолий Аврутин. Замечательный поэт. Из Казахстана. Александр Гаммер. Так что мы не одиноки в мире. Большое количество экземпляров, тиража, да, это уходит в госпитали, в воинские части. А в интернете можно где-то вот на одном каком-то, в одном месте ознакомиться с этими стихами? Сейчас мы выкладываем, делаем как бы виртуальный вариант этой антологии на официальном сайте Союза писателей России. Каждый день там появляется новый автор. Будем это продолжать. И это, собственно, вот такая будет площадка и на будущее. Вот сейчас вы, конечно, как составитель, когда столько авторов, вы с ними общаетесь, это живое взаимодействие, потому что работа продолжается каждый день. И вот поэтический космос, как вы чувствуете, он изменился? Какие слова больше встречаются в стихотворениях? Какие темы отзываются? Потому что понятно, что это военная тематика, но, тем не менее, это же могут быть и стихи, обращенные к матери, к родине. Вот что вы замечаете? Да, вы правы. Знаете, сегодня наполняется каким-то новым уже особенным смыслом слова и честь, и родина, и семья, и мама, и так далее. Потому что это все становится такой реальностью нашей жизни. То есть идет человек воевать, он, конечно, и думает и о своих родных, и о матери, и о семье. И да, эти слова, они стали как бы и новым смыслом наполнились, и чаще стали звучать в стихах. Это, я считаю, это очень хорошо. Ваши стихи какие вошли в стихи из огня, например? В сборнике опубликованы три моих стихотворения. Ну, все они как бы связаны с моей личной, с моим личным отношением к тому, что происходит, с личной болью. Дело в том, что тот же Мариуполь, это для меня такое неотвлеченное понятие. Это город моего детства. Мои родители до войны жили в Мариуполе. А бабушка и дедушка и после войны умерли, и брат двоюродный там живет и сегодня, и тетя жила. То есть это все личное. И вот эти названия, завод Ильича, левый берег, порт, это для меня тоже неотвлеченное понятие. Это город моего детства, повторюсь. И все это вот, собственно, и отсюда и произошли, родились мои стихи. Я как раз хотела спросить именно о вас, потому что, помимо того, что сегодня мы говорим, конечно, в целом о нашей эпохе, можно так выразиться. Ну вот, она состоит из отдельных вот таких как раз отголосков, отдельных историй. А когда вы начали писать стихи? Даже не помню, честно говоря. В детстве, когда это было. Но первое стихотворение было опубликовано в районной газете, когда я учился в седьмом классе. И потом, через какое-то время, опубликовал журнал «Пионер», уже несколько стихотворений. Ну, я писал, посылал в разные газеты. Ну, что тогда было? «Пионерская правда». Оттуда приходили ответы. Раньше отвечали на каждое письмо, было принято так. Знаете, там чуть ли не правительственное было написано на конверте. Мама даже пугалась на это, я помню на это. Ну, так вот началось. И писал, писал в армии, писал после армии. В армии нашлись ребята, которые тоже любили поэзию. Как-то образовался он, кружок-не кружок, но какое-то такое вот несколько человек было. Ребят, мы выходили, когда выходили в увольнение, не поверите, шли в магазин книжный, покупали. Была такая серия, библиотечка избранной лирики, маленькие, они копейки стоили. Это издавала «Молодая гвардия». Не мог ли я подумать когда-то, что я со временем стану главным редактором издательства «Молодая гвардия» и буду работать с тем же Николаем Константиновичем Старшановым, это поэт, фронтовик. Ну и многие к нам приходили фронтовики, мы еще застали. И Евгения Винокурова, и Константина Ваншенкина, всю вот эту плеяду замечательных фронтовых поэтов. Так что есть на кого равняться. Это как раз песня Алеши Константина Ваншенкина. Ну, я много читала о вас, о том, что, конечно, отзывы везде в интернете размещают на ваше стихотворение, их читают, и они актуальны очень. И многие выделяют доверительную интонацию стихотворения, их пронзительность, и вот некую трагичность, ну, вот в такую глубинную. И меня вот поразили стихотворения старухи, родители. Вот так как бы вы охарактеризовали свою поэзию? Вот, может быть, несколько таких слов, которые такие, вы бы назвали их описывающими? Ну, мне трудно, конечно, судить самому. О своей поэзии. Спасибо тем критикам, которые писали. Я очень ценю доброе слово, к сожалению, ушедшего от нас Валентина Курбатова. Замечательная поэтесса и критик Нина Ягодинцева из Челябинска тоже писала. Мне хочется добиваться поэзии предельной искренности, исповедальности. Еще Пушкин сказал, что искренность – это единственное человеческое чувство, которое невозможно подделать. И хочется, чтобы стихи были искренними. Тогда они бывают настоящими. И сборники стихов, о которых мы сейчас говорим, стихи из огня, позывной победы. Лично для вас какие были открытия, может быть, в именах, может быть, в метафорах? Да, мы сделали открытие для себя новых авторов, в частности, Ирина Мацегура из Москвы. Никогда о ней не слышали. И она, собственно, только в социальных сетях где-то мелькала. А поэт очень хороший, замечательный. Мы ее теперь приглашаем в Союз писателей, она с нами выступает и так далее. Потом, понимаете, некоторые стихи написаны буквально кровью. Вот здесь есть в сборнике Иван Лукин и Борис Лукин. Это сын и отец. Оба они поэты. Иван учился в литературном институте. Он погиб в Мариуполе. Он морской пехотинец. Ушел, погиб в Мариуполе. Вот здесь есть его стихотворение, есть стихотворение его отца. Ну, это, конечно... Это вот такие судьбы. А недавно я с еще одной молодой женщиной познакомился виртуально. Это Александра Себянина. Она жила в Адлере. С 2015 года возила на Донбасс гуманитарку. А недавно переехала на постоянное место жительства в Донбасс, чтобы быть ближе к этим людям, как-то им стремиться помогать. Вот удивительные ведь судьбы, удивительные люди. Как вы считаете, русские писатели, русские поэты, они ведь никогда не хвалили войну. Они хвалили и, можно сказать, преклонялись перед солдатом, который сражается за свое отечество, за родную землю. Вот сегодня много ли прозаиков встречается, не только поэтов, которые пишут на военные темы? Ну, хвалить войну, конечно, последнее дело. Но когда страна в опасности, а сегодня она в опасности, мы видим, что коллективный Запад, Соединенные Штаты откровенно говорят, что нужно экономику России разорвать, Россию расчленить и так далее. Мы это все слышим практически ежедневно. И, конечно, необходимо поддерживать нашу армию, наших ребят, чтобы они чувствовали, что за ними стоит страна, за ними стоит общество. Вот, собственно, этим мы и занимаемся. Что касается прозы, то это более длительный, конечно, период работы над прозой, чем над стихами. Она возникает. И я уверен, что вот эта спецоперация, эта ситуация нынешняя, она даст интересных прозаиков. Мы это отслеживаем тоже. Дело в том, что наши бригады, такие небольшие из трех-четырех человек, сейчас постоянно ездят, встречаются с теми, с воинами, которые там воюют. В госпиталях мы бываем и так далее. И ищем этих новых ребят, новых писателей, которые обязательно появятся, обязательно придут в русскую литературу. Союз писателей в этом плане большую работу проводит. Что-то в этом плане еще удалось нащупать. Вот какой-то, опять же, нерв сегодняшнего такого дня. И в этом плане в творчестве. Понимаете, вот мне кажется, три темы главные вот в этих сборниках. А первую я уже сказал, это моральная поддержка наших воюющих ребят, нашей армии. Вторая, во многих стихах, это размышления о том, как вообще это случилось. Как получилось так, что Украина, которая в составе Советского Союза, ведь там деды, прадеды, тех людей, которые сегодня живут, воевали с нацизмом. И вдруг на этой земле проросли вот эти ростки нацизма. От чего? Как это произошло? И еще одна тема, это ощущение того, что сегодня в истории России момент переломный. Действительно идет речь о том, будет ли Россия существовать, о будущем наших детей, внуков и так далее. Вот это очень хорошо сформулировал Николай Зиновьев. Если можно, я прочитаю. Разгулялась бесовщина, заколдовила наш путь. Догорай, моя лучина, так и тянет затянуть. Но махнуть на все рукою и отправиться в кабак легче легкого, не скрою. Но теперь не будет так. Хватит ныть, отголосили, время бить в колокола. А иначе России завтра скажут, да, была. Это очень точная формулировка. И мы, конечно, этих слов «была» допустить не можем. Верим в победу. Но эти некоторые стихи похожи просто на молитвы. На молитвы о том, чтобы вернулись живыми наши ребята, чтобы встретились со своими детьми, матерями, отцами и так далее. То есть настолько больно, настолько искренне, что трогает, несомненно. Россия ведь не впервые переживает подобную ситуацию. Достаточно вспомнить и Крымскую войну 1853-1856 годов, когда тоже вся коалиция западная, так сказать, воевала с Россией. Все это уже было. И поляки были в Кремле, и французы. Но кончилась победа России. Мы верим, что и в этот раз победа будет за Россией. Конечно, это трагедия, на самом деле. И трагедия, и парадокс. Вот поэтесса Виктория Можаева из Ростова очень интересно и точно сформулировала нынешнюю ситуацию, когда русские насмерть бьются с русскими за то, чтобы не быть русскими и не говорить на русском языке. Это как нужно переформатировать сознание человеческое, чтобы случилось то, что случилось. Это проблема, с которой мы сейчас все столкнулись. Это оголтелая русофобия, которая наполняет умы, и наши соотечественники с этим сталкиваются, мы с этим сталкиваемся. Но тем не менее, как раз поэты, писатели в их руках, вот это, как раз цитату я приводила Константина Симонова, это тоже оружие, это слово, которое всегда будет вечно, оно останется, оно тоже на передовой. Да, я уже сказал, что для нас пример – это писатели, фронтовики Великой Отечественной войны. Ведь эта Отечественная война породила целую плеяду замечательных поэтов. И замечательно кто-то сказал, что она не дала поэтического гения, но дала вот какой-то коллективного такого гения. И мы до сих пор читаем эту поэзию, эти стихи, вдохновляемся ею, понимаем, как было тяжело и как люди преодолевали все эти тяготы и так далее. То есть это все осталось в золотом фонде русской поэзии. И надеюсь, что и нынешние, сегодняшние поэты создадут такие вещи, которые переживут время. Ну вот понятие русская душа, русское сердце, русская идея, русский мир – это сегодня как никогда актуально. И вот эти понятия, эти словосочетания, они поднимаются, они на языке. И это, конечно, вселяет вот такую силу, уверенность, что будущее, оно здесь, сейчас, оно уже здесь. И мы имеем вот такую ответственность колоссальную, большую. Прочитайте, пожалуйста, свое стихотворение, Виктор Федорович, может быть, как раз из этого сборника. Да, я прочитаю стихотворение «Донбасс». Срезана пулей рябины макушка, Топтаны в ржавую грязь семена, Бьет миномет и кукует кукушка, Дни или годы, считает она, Может, вот здесь, в разбитой котельной, Пламенем адовым вспыхнет зенит, Мир пошатнется, и крестик нательный Мамой подаренный не сохранит, Не сбережет от беды, как бывало, В этом непереносимом огне. Что ж ты, кукушечка, накуковала? Что ж ты в сердцах напророчила мне? Молча уходим леском предрассветным, Где, за каким затаился кустом, Брат мой и враг мой, С таким же заветным, Мамой надетым нательным крестом. Я уверен, что мы преодолеем эту беду, эту трагедию, И снова будем жить вместе, рядом, потому что даже географически наши страны Никуда не передвинуть. Будем верить в победу, в доброе, светлое будущее. Спасибо, Виктор Федорович. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях был советский, Российский поэт, журналист, книгоиздатель, заслуженный работник культуры России Виктор Кирюшин. И говорили мы о новых поэтических сборниках, которые вышли под эгидой Союза писателей России. Это стихи из огня и позывной победы. Оставайтесь с нами, до новых встреч, до свидания.